Независимо от того, работают они или нет, молдаване хотят беззаботную старость. Все больше наших сограждан, не имеющих стабильного дохода, или же работающих за границей, решают приобрести страховой стаж, чтобы получать достойную пенсию. Однако некоторые говорят, что годовой взнос слишком высокий, и они попросту не могут позволить себе такие инвестиции. Хотя эта процедура регулируется законодательством с 1999 года, многие молдаване не знают о возможности добровольно, индивидуально обеспечить свое право на пенсию по возрасту. Так тоже может заключить договор социального страхования. У нас есть условия, что человек не должен быть пенсионером и трудоустроен, где работодатель платит взносы социального страхования, то есть не должен быть застрахован. Плюс ко всему у нас есть случаи, когда люди, работающие за пределами страны, приезжают страховаться. Такса фикс state стабилитой дел jest по 17.522 рублей для физичных людей. С restroomом, что у одной из него уточния до 12 лет и от хотелось бы позволять �енеболи еще 3 лет. И, конечно, для этих 3 лет, эта ценность должна выйти за пенсию из бузунара В их случае сумма меньше. Например, в этом году она составляет 4460 триллия. Для физлиц, которые владеют сельскохозяйственными землями и обрабатывают их индивидуально, законом о взносах социального страхования предусмотрена другая сумма. И, конечно, эта сумма намного меньше, поэтому и желающих заключить договор больше. И хотя ограничений по добровольному страхованию нет, а страховые взносы растут из года в год, безработные говорят, что готовы платить много, дабы облегчить свою старость. Да, потому что если не работала, я согласна платить, чтобы выжить. Это необходимость. Чтобы что-то получить, нужно инвестировать. Вы согласны с такой суммой? Не кажется ли она вам слишком высокой? Нет. Плати и будет страховка. Когда выйдешь на пенсию, будешь уверен, что хоть что-то получишь. В Молдове в основном мы остались пенсионеры, поскольку молодежь уехала за границу. И кто тогда нам заплатит пенсию? Сейчас мы платим нашим пенсионерам. А нас кто будет содержать? Другие поведали нам, что взносы слишком высоки. И они вкладывать в страховой стаж не хотят. Не особо хочется. А почему? А кому это нужно? Цена слишком высокая для молдаван. Да и не думаю, что пока мы доживем до пенсии, нам понадобятся эти деньги. Дай бог, чтобы все было хорошо, и мы могли жить и с тех денег, которые получаем сейчас. Некоторые считают, что лучший вариант обеспеченной старости – официальное трудоустройство. Хотела бы призвать всех, кто нелегально работает, трудоустроиться официально, поскольку оттуда вклады в наше будущее, нашего благополучия. Если получают зарплаты в конвертах, то и пенсия будет маленькая. С 2020 по 2023 годы индивидуально было застраховано 975 человек. Продолжение следует...